Создатели проекта гарантируют точность фактов, объективность оценок и злободневность тем, но не претендуют на то, чтобы объять необъятное. Эпоха освоения нефтегазовых богатств Западной Сибири — это глобальная трансформация не только на отдельно взятой территории или в отдельно взятой стране. Это изменения мирового масштаба, которые влияли, влияют и еще долго будут влиять на политику и экономику государств и жизнь простых людей. Хроникеры этой великой эпохи — журналисты, и это их эпоха, наша эпоха. Современная Тюменская область — это огромная зеленая территория. Более 60% площади региона занимает лес. Он разный. В южных районах — Казанском, Сладковском — это лесостепь. В северных — Тобольску, Ват-Вагай, Тайга стоит стеной. Тем не менее, это 6% от всех общероссийских запасов. Лес всегда был одним из главных природных богатств Сибири, а прибыльной частью государственной экономики стал гораздо раньше, чем нефтегаз. Лес у нас — это основной строительный материал. Если совсем углубиться в истории во времена присоединения Сибири к России, то о том, что леса здесь много, царю-батюшке специально докладывали. Основатель Тобольска воевода Данила Чулков так и пишет, что поставил на крутой Алафейской горе острог владейного леса. Это значит, что можно в Сибири построить не только город, но и флот, хоть торговый, хоть военный. И до тех пор, пока в 20 веке в Сибири не нашли нефть, лес наряду с рыбой — ее главный экономический ресурс. Лес Сибири везут куда-то в Европу. А я даже знаю, куда везут. Вот эти лесозаготовки, вот этот лес был основой для шахт. Все воркутинские шахты, но не только воркутинские, все и другие, держались на нашем сибирском лесе. И до сих пор, я рассказываю, находил информацию, в шахтах до сих пор лес вот этот стоит, это опоры были для леса. В основном наши заготовки, почему у нас кругляк в основном пилили, много пилили кругляка, вот этого, для именно заготовки. Там стандарт определенный размер, я не помню, сейчас помню, 2 метра или 2,50, по-моему. Это именно вот эти сплав как раз шел для шахт. Экспорт сырья, в том числе леса, одна из главных статей дохода СССР со времени образования государства. А особенно в 30-е, во время индустриализации, стране нужна была иностранная валюта, чтобы покупать за рубежом станки и другое оборудование. И лесоповалы обеспечивают приток денег, в том числе руками заключенных ГУЛАГа. А в годы Великой Отечественной лес – это еще и ресурс военный. Ящики для снарядов, лыжи для бойцов, доски для кузовов, грузовых машин и железнодорожных вагонов. Древесина тоже становится оружием. У нас в Тюмени делали специальные заготовки для прикладов, для автоматов ППШ. Ну, фанера авиационная. Да, фанера, это, конечно, береза наша шла, фанерный комбинат, это классика наша известная. И как только закончилась война, стройне нужно очень много строить. Из камня, конечно, долговечней, а из дерева быстрее и проще. Знаменитые сталинские дома, постройки до конца 50-х только снаружи каменные, а перегородки между комнатами из тонких досок и строительного мусора. Отсюда и анекдот о слышимости. Чихнул в первом подъезде, будь здоров, сказали в последнем. Запасы у нас большие были, леса. И, соответственно, лес шел... Ну, и вся страна строилась, понятно сказать. Европа, Украина, Белоруссия, они же на нашем лесе все поднялись. Поэтому шло у нас заготовки послевоенные, они до середины 80-х годов. Так мощно шло. Были первые лесозаготовки. Вообще у нас по Тюмени, в Задуковсках, леспромхоз, самый большой леспромхоз был в Задуковске. Это, опять же, мне рассказывали лесники. Вот. Здесь лес у нас шел строевой. Мне рассказывали, три шестерки пилили. Я говорю, а что такое шестерка? А это 6 метров. Вот, представьте, 6, 6 и 6. Вот такие сосны были. Причем они были большого, значит, толщина. И она шла уже на доски, там, на пиломатериалы, на мебель. В основном, это наша, Задуковский. Ну, он оказался недолго. Выпилили. Вот. Поэтому пошло дальше развитие, пошло на север. Ради большого леса в Задуковском районе строят ширококолейную железную дорогу. По ней можно везти гораздо больше, чем по узкоколейке. Судостроительный завод поставляет баржи, буксиры и катера, чтобы лес можно было отправлять по рекам. Как и чуть позже, нефтегазовая отрасль лесная развивается стремительными темпами. Тюменский лесной комплекс в 1946 году начинался всего с 16 лесхозов и 76 лесничеств. А в начале 60-х в отрасли работают более 60% от общей численности занятых в промышленности региона. И как только началась большая нефть, леса потребовалось еще больше. Когда Тюменский север осваивался и нужны были дороги, асфальт туда не добирался. Долго еще было, бетон тем более. И вот этот лес служил тоже для дорог. Перекладываясь поперек дороги. И нефтяники первые до где-то 70-х, середины 70-х годов, все дороги нефтяников и газовиков были на этом лесе. То есть те самые знаменитые лежневки, по которым через болото тянули трубопроводы, это все как раз лес. Древесина нужна была и для укрепления буровых площадок. Еще массово строились новые поселки, временные трассовые, постоянные преместорождения, которые потом перерастали в города. И тут тоже из леса быстрее. Так что у лес промхозов много работы. Лесники вообще это такие работяги, они потому что первыми тогда еще не было, северных официентов не было. Была работа, и если по-честному, то бригады во многом состояли из бывших, освободившихся из мест заключения. Это не будем скрывать. Немножко пораньше, в 60-е годы где-то там вот, а я уже в 80-е ездил, это уже дети этих, как говорится, зэков, работали там в основном. Зэков практически не было, было этого мало. Он рассказывал, они в поселок Мортко строили слуба для рабочих лес промхоза. Так он говорит, привезли первую партию работяг. Так, говорит, люд такой был, что однажды мы с главным инженером в спинах спине отбивались от своих работяг, от пьяных. Спина к спине, он такой, как говорится, парень-то нехилый был директор. Это поколение было, как я понимаю, Жанны Агузаровой. Жанна Агузаровой тоже из лес промхоза. Лес промхоз в Туртасе появился в конце 60-х, когда до Уватского района дошла железная дорога Тюмень-Сургут. Это означало, что есть надежный путь вывоза леса. Туртаский лесопромышленный комбинат должен был выдавать в год 600 тысяч кубометров лесозаготовок. Легенда лесной отрасли «Бензопила-дружба» выпускалась с 1955 года на заводе в Перми. В 1958 году на выставке в Брюсселе была награждена золотой медалью. Конструкция бензопилы максимально простая в соответствии с требованиям к технике. Чтобы подчинить, можно было в чистом поле, ну или в лесу, голыми руками. Любопытная конструктивная особенность – двигатель от бензопилы можно было подключить к водяному насосу. Тогда это уже полив или тушение пожара, что для леса актуально. А еще можно было поставить как мотор на лодку Кама, на мотоблок типа садовод или использовать для механической лебедки. В общем, не пила, а мехколонна. Это единственная была. Это же, ну, спасение было. Пилили-то в основном еще и дружба, которая два человека пили, так сказать, видимо, оттуда пошло, я так подозреваю. Вот, потому что до войны-то не было, и после войны вскоре. В основном же пилешки-то вот эти, простая пила, значит, которую еще надо наточить еще, значит. Вот, она еще застрянет там, сосна, это смола, пила не двигается. Пошла же механическая рубка. Здоровенная машина, ЛП-19 называется, пилой дружбы это пилят. Идет машина, подходит, обнимает стволик, чик, и стволика нет, и она его укладывает, чик, она его укладывает. Это уже занятно смотреть. Помню, были в ромхозе, по-моему, в Южно-Кандинском. На Деляну выехали, все. А у них, ну, просек они делают, вырубают все, что идет по этой просеке, неважно, какое дерево, так принято, так надо, такая технология. Там стоит такой кедрище, кедр. Говорят, ну что, вам шишек потрясти? И, ну, как подъезжает этот вальщик на этой машине, берет, срезает ствол, приподнимает, и машина его трясет. И шишек, вот такая гора сразу. Ну, аж когда импортная, при том, финские приходили, лицники рассказывали, ну, это была сказка, конечно. Когда трилежщик сидит в кабине, у него все так отрегулировано, тепло, обзор хороший, уютно. Говорят, рассказывали мне, если бы такую технику, да лет бы 25-30 назад, но другие времена наступали. Работа лесоруба постепенно становится чуть менее тяжелой, а профессия более престижной. Лесорубы тоже ставят рекорды, и как и об ударниках, нефтяниках, о них пишут газеты. Какие-то хорошие люди, придешь там в вагончик, пообедать с ними, кормили хорошо, мясные блюда. Ты приедешь из Тюмени, Тюмень надоело, в Тюмени тоскливо. Может, им там тоже, наоборот, тоскливо, но мне почему-то это всегда было интересно. Они все в валенках, герои социалистического труда. Попов хороший мужик такой, общительный. Павел Попов, бригадир комсомольского леспромхоза. В Тюменскую область приехал из Горьковской, ныне Нижегородской. Его бригада первой стала работать в лесу сначала в две, а потом в три смены. То есть фактически ввалила круглосуточно. В совершенстве, владея техникой нашей бригады, заготовку леса ведут на уровне 80-100 тысяч кубометров в год. А бригада героя социалистического труда Павла Васильевича Попова за 1974 год заготовила 282 тысячи кубометров. Директор леспромхоза Зайка Спиридонов просто герой, а бригадир Попов дважды герой социалистического труда. Единственный в лесной отрасли СССР. Он заслужил неофициальный титул «Богатырь Сибирской тайги», а его бригада «Лесная академия». Мы соревнуемся с бригадой Павла Васильевича Попова. Это соревнование, как говорится, нас до некоторой степени подстегивает. И мы стараемся, значит, от бригады Павла Васильевича Попова также не отставать. И свое соревнование продолжаем и будем продолжать дальше. У лесорубов, как и у всех покорителей Севера, есть задача на миллиард. То есть дать стране именно такое количество кубометров древесины. И вот она, миллиардная сосна 1975 года. Павел Попов ее валит лично, как и положено, в торжественной обстановке. Организация труда хорошая. Он сумел заинтересовать народ, хорошо платил все. Там многое зависело от бригадира, но не только от него. Он же тоже, можно его назвать, вахтовиком, потому что жил он во многом в Тюмени. Приезжал туда, если не приезжали, то они пахали, как папы Карлы в этом лесу. Ну и тут, если попадался хороший руководитель, бригадир, если у него со своим эспромхозом хорошие были взаимоотношения, то у них получалось работать. Вот и все. Ничего там такого не было. Никаких они за какими рекордами так уж не гнались. Это все там журналисты делали, ну, пропагандисты и так далее. Ну, вы в том числе. И я в том числе. За ударный труд и благоустроенный быт поселки лесорубов, хотя и расположены в тайге, тоже имеют право на блага цивилизации. Тем более, что существуют они по большей части автономно в тайге. Значит, обязаны обеспечивать себя сами. Мы имеем сегодня на территории нашего хлебокомбината цех по выпуску хлеба, булочных изделий, цех по переработке копченостей, цех по выпуску безалкогольных напитков и колбасы. Вот сегодня что мы имеем. Бассейн – это отдельная история. Это первый бассейн в Тюменской области появился у лесников. Не в Тюмени он был, не в каком-то другом городе в Тюменском области, именно у лесников. В Малиновском леспромхозе. Тоже один из передовых леспромхозов, которые так показатели большие у него были. И вот они первыми, значит, построили бассейн. Довелось мне бывать в этом бассейне. Плавать, конечно, не плавал у него, не до того было в командировке. Но то, что он открылся там и перед Новым годом, это уже тоже не легенда, но это по-настоящему история, как было. Построили леспромхоз, этот бассейн, крытый, 25 метров, настоящий бассейн, не какой-нибудь там маленький. Но единственное, что он же тогда еще газа не было, и он работал на угле. Вообще углем отапливался, тепла маловато было. А наш фотокор Тюменская правда Юрий Григорьевич Чернышев, Царство Небесное ему. Вот ему было задание сделать репортаж на Новый год именно с этого бассейна. Зашел, говорит, температура, ну, не знаю, много раз, 13-14, может быть. Вода, соответственно, еще ниже, значит, ну, можно представить, какая там вода. Желающих, конечно, нет. Юрий Григорьевич что делает? Идет, значит, договаривается с мужиками, с лесниками, опять же, там других не было. Вот, вот надо. Они говорят, да ты что, говорит, совсем, что ли? Юрий Григорьевич сходил в магазин, купил спиртного. Он не скрывал, говорит, купил спиртного, закуски. Все это мужикам говорят, нет, сначала, говорит, там давайте, а потом я, говорит, вам налью. Ну, и все, мужики, значит, нырнули, он и фотографирует. А мы все знаем, как Юрий Григорьевич сработал. Он не мог тремя кадрами ограничиться. Он их снимает, снимает, и так, и едок, и в воду нырнуть, там, вынырнуть, там, наверное, минут 50, наверное, он их снимал. А еще, наверное, заставлял, чтобы было, как он... Конечно, ему даже надо улыбаться, конечно. Чтобы это был праздник, радость. Конечно, это, ну, Новый год, вот радость, все, значит, изображать. Мужики там посинели уже всячески, уже его там и нормативная лексика, и все прочее, значит. Ну, Юрий Григорьевич, вот это его характер был, значит, он, да вы что, Тюменская правда, областная газета, партийная, как вы сможете? Что там нету-то? И, одним словом, съемка была закончена благополучно. Мужики, значит, все, вышел на них, отогрел, реально, значит, стол накрыл им, какой смог, значит. Вот эти кадры были опубликованы в Тюменской правде, в нашей областной газете. На первой полосе? На первой полосе, конечно, это первая полоса была. Так что лес тоже должен развиваться комплексно. Тем более, что лесорубы работают на страну в тесной связке с нефтяниками, газовиками, дорожниками, строителями линий электропередач. И у них еще задача обеспечения международной торговли лесом. У нас в Тюмени находилось и российское производственное объединение «Тюмень-Леспром», которое входило и в Оркута, сюда входило, и, насколько я помню, Красноярске. То есть это было гигантское объединение. Это был монстр, который, ну, по сравнению с «Газпромом» можно сравнить. Тюмень-Леспром координирует работу практиков лесорубов и теоретиков научно-исследовательских институтов. Они разрабатывают технологии, как надо сейчас валить лес, чтобы и потом было что валить. Хотя, честно говоря, было, конечно, страшновато смотреть на вырубленные места. Но в то же время у меня был очень хороший знакомый, директор Южнокандинского леспромхоза Борисов Геннадий Михайлович. Царство небесное умер, славный мужик. Он мне популярно объяснил, говорит, что ты переживаешь за вырубленный лес. Мы работаем, можно сказать, по науке. Лес рубится, вот, говорит, вот лес. Он расчерчивается на квадраты. Этот квадрат рубим, два квадрата соседние не рубятся. И они через 20-30 лет засевают этот, хотя и садим, но они еще с не самосев идут. В шахматном порядке лес рубится. Это когда, говорит, все вот так подряд выбривать, без ума, без науки. Тогда будут проблемы. И я успокоился. Я уже не переживал за наш лес. Там, где он рубил, это были, ну, 80-е годы, мы с ним часто встречались. Я думаю, там уже вырос лес, потому что прошло, ну, сколько, около 40 лет, там, допустим, 40 лет. Для сосны это нормальный возраст, сосна уже поднялась. В том числе, благодаря тюменским лесорубам СССР занимает пятое место в мире по экспорту леса. Его закупают 67 стран. Продукция деревообработки тоже идет на экспорт. Фанера в Англию, бревна на пиломатериалы в Японию, целлюлоза в Западную Европу, бумага в Восточную, а также на Кубу и во Вьетнам. В Тюмени появился отдельный микрорайон лесобаза. Сюда по Туре и по Транссибу доставляется древесина, которая дальше идет на переработку. Один из основных потребителей леса внутри страны – мебельная промышленность. Она также активно развивается. В Тюмени работают сразу несколько предприятий. Доступность-то была, я же помню, эти очереди стояли за стенкой, как называется сейчас, корпусная мебель, в очереди в магазине. Да, да, это наша тюменская, наша, значит, корпусная мебель, кухня. Вот, и где-то потом стали мягкую мебель осваивать, и мягкая пошла. Да, это вот производство как раз, мебельное производство. На Тюменской мебельной фабрике, помимо стандартной линейки, кровати, шкафы, начинают выпускать пианино. И предприятие преобразовывается в фабрику клавишных инструментов. Знаменитая пианино марки «Тюмень» стояла чуть ли не в каждой второй квартире Сибири и Дальнего Востока. Инструменты, выпущенные до начала 70-х, хорошо звучат до сих пор. Их корпуса сделаны из сибирской ели, то есть цельной древесины, которая дает хороший резонанс. Подсказка для любителей антиквариата – они черного цвета. Но пианино, как и мебели, нужно было все больше и больше. И на смену цельной древесине в дома приходит ДСП – древесно-стружечная плита. Тут уже не до качества и долговечности. Надо вкладываться сначала, потом уже появляется. Но вкладываться не всегда это хотелось, потому что отдача нужна сейчас была. Вот сейчас нужно было премии платить, там еще что-то, еще что-то. И гнали еще потреб. Но самое-то главное, что мебели там не было. Это позднее появилось там производство, перестали привозить. А тогда не хватало, в 80-е годы. Так вот в чем и вопрос. Леса заготавливали много, дерево, обработка своя была, производство мебели свое было, а мебели не было. А мебели не было. А вот так вот как-то у нас все это построено было, непонятно. То ли это в нашей экономике, нашей советской, что-то перекос. Даже вот этих простых стенки, наши тюменские эти, Слава, по-моему, она называлась. Да, Стенка Слава, до сих пор это помню. Но даже за этой стенкой, несчастной, нужно было в очереди в магазине стоять было, там ночью записывались люди, приходили в очередь. Я помню, на руке карандашик писали номер. Мечта советского домохозяина и особенно домохозяйки – мебель импортная. Ее завозят в СССР в том числе и за лесные доллары. В целом от экспорта страна получает около 2 миллиардов инвалютных рублей ежегодно. Импортная, значит, не только престижная, но и качественная. Погоню за качеством, то есть за другими технологиями, тюменская мебельная промышленность начала в цехах деревообрабатывающего комбината «Красный Октябрь». Они начали осваивать массивное дерево. Это не ДСП, плита, из которой мебель делается, а из нормальных досок. То есть это было, я помню, Сургутнефтегаз подключился к этому. Они давали деньги, валюту, на новое оборудование, импортное, по-моему, шведское оборудование. Получается, щит не из плиты, не из стружек, а из дерева, из досок. Это очень было качественно. Это новый мебель, новый подход был. Закупали шведы, закупали финны, покупали вот эти заготовки. И потом нам же продавали мебель. Ну, это другой вопрос, да, это нам же. У нас, кстати, просто мебель, поздно начали это все производство, импортные станки появились, уже саму мебель. А если вовремя сориентироваться, то даже в условиях жесткой и неповоротливой советской экономики и зеленый мусор, то есть отходы лесозаготовок, можно превратить в доллары. Леспромхоз в Мортке, село Мортка. Директор леспромхоза был, значит, Борисов, Григорий Борисов. К сожалению, сейчас уже нет живых его. Очень энергичный, очень думающий, скажем так, специалист. Ему как-то вот виделось по-другому. Вот лесная отрасль, лесные вот эти поселки. Мортка, такой поселочек, очень в каком-то таком месте, болотистая местность. И однажды во время туристической поездки в Италию он познакомился со специалистами, как-то так получилось, лесника, который занимается парфюмерно-промышленной. И он проговорился, что вот у них пихты много, все такое. И заинтересовались. И в те времена, видимо, можно было, у нас Тюмень все-таки открытая была, это не север. И они приехали и увидели, что наши лесники пилят пихту и сучки сжигают, они были просто потрясены. Когда увидели от разговоров Борисова и когда увидели вживую, и они, поскольку они все предприниматели, понимали это дело, они говорят, слушайте, давайте из этого места сжигания делать из этих листьев, из этих веток масло пихтовое, которое для парфюмерной промышленности будет просто на отрыв уходить. Ну, сказанное сделано, что называется, и какое-то небольшое оборудование итальянцы привезли. И запустили вот это оборудование. И когда пихтовое масло пошло, и оно в Италии стало, итальянцы стали закупать, вот у нас почему-то это не востребовано было. И вот это предприятие впервые получило валюту. Реально рассчитались с ними долларами. И вот этот директор, он сам мне рассказывал, мы сначала ошалели, не знали, что с ними делать, потому что это доллары были, мы же боялись, это же Запад, это же вроде там... А у нас нигде в банках не принимали, потому что у нас не было в банках. И вот это Борисов рассказывает, я пришел к первому секретарю райком партии и рассказываю, слушайте, что делать-то, мне говорят, валюта, тебе тоже перепугались, там по цепочке, видимо, ДЦК, еще куда-то дошло, каких-то отделов. Испуг дошел, и сначала это была оторопь, как это лесники, которые никак ничего, а тут вдруг раз в доллары стали добывать. И в какой-то мордке. И в какой-то мордке, где такая мордка, где такой там хантамансийский, тогда еще округ, не округ, да, он тогда еще не был, отдельно было, и все такое. Но одним словом, одним словом, как-то это все-таки уладили, нашли какую-то систему, какой-то метод, все-таки, видимо, в Центробанке, там в Москве где-то поняли, что с этим, что все серьезно, все по-настоящему. И единственное, что вот на эти доллары разрешили расширить производство. Расширить производство. И Борисов, как настоящий, по-настоящему, говорит, менеджер, предприниматель, он закупил оборудование. Можно было, конечно, эти деньги поменять и, как говорится, потырить по карманам и все такое прочее. Себе дачу отстроить. Ну, вот личность, действительно. Он этого, у него, наверное, головы, наверное, это не было. Он закупил новое оборудование совершенно по производству бревен, точеных бревна, из которых делали красивые дома. И эта мордка превратилась буквально за какие-то считанные несколько лет, действительно, образец был. Вот это точеное бревно, из них делали дома, и это точеное бревно сверху олифой. И они были желтые, сверкали. У меня есть где-то фотографии, если там поискать. И у меня до сих пор в глазах, когда я туда приехал, стоят улицы домов красавцы. Настоящие деревянные дома. Ну, сверкают, как пасхальное яичко, что называется. Вот. И еще Борисов тоже мне рассказывал. У меня, говорит, так горько было всегда видеть, когда женщины в сапогах по этой грязи, по этому болоту идут по нашим улицам. У меня всю мечта была, чтобы они ходили в туфлях, по улицам по нашим. И вот он, благодаря вот этим валютам, вот этим долларам, удалось асфальтировать улицы, построить там много чего красивого. У него там какая-то мельница стояла такая декоративная, там снабжение, там клумбы появились. Насчет фонтанов не буду придумать, не помню фонтана. Был, не был, может и был, высказать. Он, потому что у него такая была бурная такая, он хотел сделать образцом. И он действительно сделал образцом вот этот леспромхоз. И у него на входе висела табличка. До сих пор у меня фотографии, если найду, точно где-то было написано. Наш леспромхоз в рабочих руках не нуждается. Это было настолько... То есть люди к нему в очередь устраивали, чтобы принял на работу. Во-первых, там зарплата была, во-первых, там благоустройство. У них центральное отопление было, канализация, горячая, холодная вода. То, что никогда люди не знали, что такое может быть не в городе, где-то там в столице, а в каком-то заброшенном где-то стороне леспромхозе. Ну, маленький коммунизмик такой. Если много рубили, то много и восстанавливали. Это тоже система. Причем запущенная практически сразу же с открытием большой тюменской нефти. Законодательство об охране природы постоянно ужесточалось. Другой вопрос, соблюдалось ли нефтяниками и газовиками под лозунгами «Даешь миллион и миллиард». А лес должен был работать на себя сам. Стала отчисляться определенная сумма из прибыли леспрома на вот эти уже лесостанции. И я тоже в них ездил. Здесь под Зачаришево, Леваши, село Леваши. И там вот эти маленькие-маленькие сосеночки, поля выссеивались. Вот, да-да-да, вот они самые, да, да. Да, это может даже как раз и есть вот этот Левашах. Школьное лесничество. В Заводоковске было шикарное школьное лесничество, когда именно школьники выращивали, у них делянки были, ухаживали. Вот, может быть, из них потом и были студенты, учащиеся техникум, лесного техникума. Вот, они в форме, помню. Отношения лесной отрасли, вот, ну, видите, красоты. Вот эти леса, которые я здесь напоминаю, совсем маленькие. Шуметь уже в 21-м веке. Они ведь сейчас, правда, шумят? Шумят, конечно. Они сейчас уже не то, что шумят. Они уже, это посадки, похоже, где-то в 80-е годы были. Но считайте, это лет 40 прошло уже. Это серьезный уже лес. Это уже серьезный лес. Я знаю такой лес вот в Юргинском районе. Точно там прямо вот за грибами мы ездим. Там сосны уже такие, и они редками все стоят. Сосны уже такие солидные, уже видно, что им лет 40-50. Это шумит действительно тот самый лес. Лес сегодня и укроет, и накормит. Деревянные дома – тренд экологичности жизни. Брусника, клюква, кедровые орехи и более 20 видов съедобных грибов – тренд современной сибирской кухни, на которую делает ставку ресторанный бизнес, стремясь заполучить побольше клиентов от туристического бизнеса. У него тоже лесной тренд – травяные чаи и лечебные сборы. Уголок леса в жилом массиве хотя бы в виде небольшого парка сразу повышает привлекательность, а следовательно – стоимость жилья. Так что если в Западной Сибири вдруг не будет нефти, у нас есть лес.